Целлюлит Водичкой правильное питание, безусловно Вот, давай теперь о правильном питании Наденька, ну мы-то с вами давно уже это обсуждаем, ты все уже знаешь А вот может быть кто-нибудь среди зрителей точно знает, как бороться с целлюлитом, что кушать, что не кушать Итак, кто же смельчак и знает, какие продукты нужно есть, а от каких нужно отказаться, чтобы избавиться от целлюлита Проходите к нам, пожалуйста Давайте поддержим Здравствуйте Добрый день Спасибо за смелость, пожалуйста Как вас зовут? Оксана Очень приятно Саночка А как вы думаете, а какие продукты могут вызвать целлюлит? Про вызвать целлюлит? Сладкие газированные напитки Молодец, умничка, это все замечательно Еще что-то? Наверное, жирные какие-то продукты Ну любая жирная пища, я думаю, вызывает уже целлюлит Хорошо, отлично Лариса, я думаю, что не все так просто Мы же хотим разобраться прям вот по сути У меня есть сегодня вот этот приготовленный стол с набором продуктов Это интересно Я хотела бы, чтобы Оксаночка, она у нас выбрала из этих продуктов, с ее точки зрения, продукты, которые вызывают целлюлит и, внимание, Оксаночка, борются с целлюлитом Оксан, справишься? Что, Оксаночка? Ну да Есть у нас замечательные такие брючки, я попрошу тебя одеть их Они нам покажут все твои ошибки, если вдруг они будут Но зато покажут всю твою правоту, если не будет ошибок Мы еще за волшебные штаны Волшебные, Наденька, штанишки Пацаны, пиджачок очень подходит Чудесный, чудесный фастончик Давайте отправим Оксаночку одеваться И потом ты вернешься к нам, дорогая Одевайтесь, Оксаночка, пожалуйста Но целлюлит, это не только внешний дефект Это на самом деле проблема С которой нужно что-то делать Вот мы же говорим, что когда целлюлит, он сопровождается отеками То есть у женщины целлюлит и тело отекает А тут нужно больше воды пить Это не противоречит, она же остается в организме Абсолютно Важно, в первой половине дня выпитая водичка уходит в клетку Делая ее молодой, здоровой, активной До которого часа? До пяти часов вечера Значит, получается, что даже самые полезные продукты Даже жизненно необходимые, как вода Могут причинить целлюлит, если неправильно их употреблять Оксаночка, готова? Да Идите к нам, мы вас встретим Пока борьба с целлюлитом это весело И как красиво, все гладко, никакого целлюлита на денька заметила И штанишки, сейчас я объясню зачем Вот здесь у нас находятся продукты, которые нужно будет определить Оксаночка, это вы будете определять Полезен продукт для нашего организма или вреден Если он будет полезен, этот продукт, под ним будет зеленый свет Если уже он вреден, то есть он на стороне целлюлита, будет красный свет Если вдруг вы ошибаетесь, вот тогда наши штанишки будут нам показывать эти ошибки Как это будет происходить? Мы сейчас увидим, младенька Начнем с первого продукта Сало Как вы думаете, Оксаночка? Сало Я думаю, что это не полезный продукт Ты думаешь, что это для целлюлита хорошо? Конечно, растет целлюлит от сала Кто согласен с Оксаной? Абсолютное большинство Зеленый То есть это надо есть, чтобы не было целлюлита? Представляешь, Наденька, вот если съесть таких два кусочка за один раз Это целлюлит, безусловно Но если съедать через день, в первой половине дня Кусочек тоненький-тоненький, почти прозрачный Размером со спичечный коробок Он будет оказывать потрясающий желчегонный эффект И все жиры, которые мы съели в этот день, сгорят в этой желчи Значит, получается, что съедая этот маленький кусочек сала Так, как ты сказал, в небольших количествах и не часто Мы сжигаем и другие жиры Кроме этого сала Совершенно верно И как неожиданно, да, Наденька? Но, к сожалению, Оксаночка, это твоя ошибка И поэтому эта ошибка будет откладываться у нас в штанишки Берем кусочки сала и кладем себе на бедрышки Класть сало в штаны? Да, есть такие замечательные кармашки Наденька, а ты помогай, пожалуйста Клади, клади Если мы не употребляем продукты, которые помогают сжигать жиры Мы помогаем нашему целлюлиту Вот наша ошибка Следующий у нас продукт груши Наденька, что ты думаешь? Мы много говорили о всяких фруктах, овощах Как это классно Совершенно верно И? Как насчет целлюлита? Груши вкусные, полезные И я думаю, что все, что полезно, оно борется с целлюлитом Мое мнение такое Это ваш выбор, да? Да, я считаю, что груши очень полезный продукт Ее можно кушать Они друзья целлюлита или враги целлюлита? Я уже боюсь что-нибудь сказать Но я думаю, что они враги целлюлита Ну давай, Суши, Оксаночка, посмотрим, как это есть на самом деле Да! Груша, а равно с ней дыня и виноград Очень сладкие фрукты, очень Так много сахара человеку, взрослому, не нужно Это прямая дорога к целлюлиту Поэтому груши отправляются туда же, как ошибка Но это невероятное открытие, благодаря которому груши отправляются в волшебные штаны Развернись, моя дорогая, пожалуйста Мальдинка, помогать тебе ты самостоятельно? Да, конечно, помоги, пожалуйста Хотя, конечно, когда целлюлит оказывается на наших попах Ему помощь не нужна Ой, Оксаночка, к сожалению, твоя прекрасная фигура портится на глазах И это только начало У нас еще вон сколько продуктов Оксаночка, что вы думаете о этих замечательных соленых огурчиков и помидорчиков? Нет, конечно, если бы они были свежие То они были бы полезны и спасали от целлюлита Но консервация, насколько я знаю Это продукт, который способствует целлюлиту С твоей точки зрения помидорчики и огурчики хороши? Я уже молчу Нет, не хороши Не хороши Оксаночка, ваше право Посмотрите, что там Мумничка Красный Умничка Это правильный выбор Умничка Совершенно верно Консервация Представляешь? Консервация Это соль и уксус Два главных врага По сравнению с тем, что мы еще имеем курение и алкоголь Вот они на уровне Соль и уксус Поэтому консервация Это первые союзники у целлюлита Следующий продукт Это манная каша Как вы думаете, Оксаночка? Как насчет целлюлита? Помощник? Манная каша Вкус детства Из-за того, что я люблю манную кашу Я скажу, что она полезна И не способствует целлюлиту Ну давайте посмотрим Способствует целлюлиту Я сразу подумала, что мне же эту кашу в штаны засовывать Она в коробочке В чем тут дело? Каша манная Именно манная Это легкие углеводы Которые всасываются в ротовой полости сразу же Инсулин не успевает их нейтрализовывать И лишние углеводы, которые не нейтрализованы инсулином Превращаются в жир Жир образуется в подкожно-жировой клетчатке Прежде всего От легких углеводов От употребления легких углеводов А не от употребления жира Это враг наш Это друг целлюлита Закрываем и в штанишки Да, Оксаночка Я думаю, ты это запомнишь на всю жизнь Никогда я еще манную кашу не отправляла в такое интересное место Прости Помоги, пожалуйста Помогу, помогу Видно, Оксаночка Она уже не выдерживает этот груз И мы продолжаем Следующая замечательная у нас тарелочка с орешками Замечательная Оксаночка, что вы скажете? Ой, думаю, что это хорошая тарелочка Да Ну класс, орехи же Да, орехи А чем хороши? Это белок Да Надеюсь, что ты Он полезен для строения организма Да Витамины разнообразные Для кожи, для мозга Вот же грецкий орех Одна сплошная польза Да, и еще вот где-то я читала такое, что вот если продукт твердый, то он способствует тому, чтобы фигура была твердая Я думаю, что это враг целлюлита Посмотрим Я уже боюсь открывать Молодец Это правильно И то, что здесь есть белок в орешках И то, что здесь огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые с твердыми жирами борются Орехи Замечательный продукт в борьбе с целлюлитом Но количество орешков, которые вы употребляете за один раз, должно быть совершенно маленькая Небольшая горсточка И тогда они будут бороться с целлюлитом Если же съесть и съесть все эти орешки, то ничего не поможет Целлюлит будет расти Сухофрукты Что ты скажешь, Оксанечка? Ну, я тоже скажу, что это враг целлюлита Ну, мне так кажется А почему? Ну, потому что это вкусно Это просто открытие Это аргумент Вкусно это тоже враг целлюлита Ну, в общем, Даденька, если у тебя нет других мнений, или ты все-таки скажешь, что это плохо? Нет, я думаю, что сухофрукты, они как и свежие, в принципе, фрукты Наверное, способствуют все-таки гению токсинов, шлаковых организмов Совершенно верно Теперь давай посмотрим, что там у нас Ну, не знаю, может у них целлюлит есть? Покажите нам Помогают образоваться целлюлиту Человек, который утром позавтракал чем-нибудь кашкой или творогом Даже самым хорошим Днем съел кусочек мяса или, может быть, в ужин А целый день закидывает себе в ротик по одной кураге Повышает тем самым уровень сахара в крови И вот эти сухофрукты, которые здесь лежат на тарелочке, именно в такой дозе Способствуют образованию целлюлитов вследствие своего вот этого легкого усвоения Ну, а вот этих вот друзей целлюлита, как вы понимаете, мне придется отправить тебе, Оксаночка За ошибки нужно платить О, да Давай Это сложно Вот, очень правильно Распределилась именно как целлюлит Следующий у нас Оксаночка, это картофель Это картошка? Да, это картофель отварной Что это? Тут, по-моему, все я Картофель – это углеводы Они точно не полезные Я думаю, что это друг целлюлита А как насчет того, что картошечка у нас содержит много микроэлементов, клетчатку? Да Да, содержит А мы же еще говорили как раз как-то о том, что если правильно употреблять картофель, то он очень даже помогает нашим фигурам быть стройными Да, совершенно верно Ну, вот в таком виде картофель, Оксаночка, все-таки выбор за тобой Я считаю, что картофель – это друг целлюлита Друг, а ну-ка мы его сейчас вскроем Таки друг В смысле друг целлюлита Совершенно верно Картофель можно употреблять безопасно, только в печеном виде и только одну картофелину и только с овощами два раза в неделю Вот это будет абсолютно безопасно для фигуры Ну хорошо, мы выяснили, что картошка – это друг целлюлита Следующий продукт у нас – хлеб Как ты думаешь, Оксаночка? Хлеб? Ну, если это просто белый хлеб, то он, конечно, друг целлюлита А если это сотрубяный хлеб, вот я не знаю, какой он Ну, посмотри, пожалуйста, хлебчик, возьми кусочек, можешь даже попробовать Да? Ну, конечно А целлюлит? Я и не страшна Какой это? Полезный хлебушек? Я думаю, что это полезный хлеб И что, он борется с целлюлитом? Ведь у нас есть альтернатива только то, что помогает целлюлиту или помогает бороться с ним? Ну, все-таки это враг целлюлита Ну, тогда, Оксаночка, давай проверим Оксана-таки эксперт, это правда, она не зря вызвалась нам помогать, потому что абсолютно права Цельнозерновой хлеб, здесь же содержатся отруби, и вот множество разных семян и орешков – это то, что действительно помогает сгорать жирам, что усиливает обмен веществ, а витамины группы В ускоряют обмен веществ И это прямой враг целлюлита Совершенно верный выбор Осталось две позиции Это сок Сок? Что? Что ты скажешь, Оксаночка? Сок? Если это чистый сок, то это враг целлюлита Проверяем Если зеленый, то враг целлюлита, если красный, то друг целлюлита Боюсь, что она не выйдет туда-назад Пока ты, Наденька, упаковываешь Оксану, я скажу, а я помогу тебе, конечно же Держись, дорогая! Держись! Ой! Если мы будем выпивать пакетированного сока ежедневно по 200 мл, вот такой целлюлит будет у нас через полгода Вот эти соки готовятся из замороженных или высушенных фруктов Это в лучшем случае К ним добавляют обязательно разнообразные добавки, чтобы сделать его вкусным и близким по вкусу к натуральным фруктам Все эти добавки, токсины для нашего организма А ты помнишь, Наденька, что токсины делают вот эти соты плотными И выбухающий жир образует апельсиновую корочку у нас под кожей Что там у нас осталось? Ну, это оливковое масло Оливковое или какое-либо другое, это же просто жир А знаешь, сколько калорий в 100 мл масла? Сколько? 900 килокалорий, половина суточной нормы Ну, а как насчет целлюлита, как ты думаешь, Оксаночка? Ну, конечно, если выпить за раз эту бутылку, то, может быть, она и будет способствовать целлюлиту Но в каких-то разумных дозах, я думаю, что это враг целлюлита Враг? Да? Оливковое масло В общем-то, все правильные нерафинированные масла, а оливковое на первом месте Это полиненасыщенные жиры Они враги тех жировых отложений, которые есть у нас в подкожном слое Враг целлюлита наш друг Поэтому оливковое масло необходимо употреблять не бутылками, не стаканами А небольшие дозы приправлять овощные блюда И опять же, целлюлит будет нас бояться Как насчет высокой калорийности оливкового масла? Ведь мы выяснили, что 100 миллилитров оливкового масла калорийнее, чем целая плитка шоколада, между прочим Калории из оливкового масла горят как огонь и дают нам с вами энергию, а калории из молочного шоколада откладываются у нас на бедрах Должна сказать, что у нас у Оксаны на сегодняшний день практически ничья с целлюлитом Надо только полюбоваться Оксаночка, покажи всем, какая ты стала, к сожалению, с вот этими отложенными продуктами Больно Прямо жалко, жалко, бедная девочка Насколько это все изуродовало ее совершенно красивую точеную фигурку А тяжело же, да? Очень тяжело, ходить невозможно Возвращайся к нам, дорогая Я понимаю, что тебе тяжело, конечно Но это же нам урок Это вот женщины и мужчины, которые ходят с целлюлитом Они же реально носят это на себе, правильно? Совершенно верно, и носят И вот выглядит это так неэстетично И, к сожалению, это еще и ухудшает здоровье Лучше не допускать, чтобы потом не было врага и не с кем было бороться И это правильно Спасибо тебе, Оксана, большое, что ты потрудилась для нас Ты можешь снимать эти ненавистные штаны и возвращаться к своей стройности и здоровью так же, как и мы все Победить целлюлит сложно, но можно И сегодня мы узнали, какие продукты помогают нам в борьбе с целлюлитом А какие, к сожалению, являются его друзьями Выводы делать вам А самое главное, действуйте и все будет добро Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!